Беседа, 56-я, страница 365-я. И проходя, увидел человека слепого от рождения. У веченики его спросили у него, рожди, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Иоанна 9.1.2 И проходя, увидел человека слепого от рождения. И, будучи весьма человеколюбив и заботясь о нашем спасении, и притом желая заградить устание сестивым, Господь не опускает ничего, что только ему подобало. Хотя бы никто ему не внимал. Это знал и пророк, и потому говорил. Да оправдишься в словесах твоих, вопедишь в суде твоем. Салон 56. Поэтому-то и теперь, когда не приняли его высокого учения, и даже назвали его беснующимся, и покушались убить, он, выйдя из храма, исцеляет слепого. Таким образом, своим отсутствием он укращает их ярость, а совершением чуда смягчает их жестокосердие и упорство, и удостоверяет в словах своих. И совершает он чудо необыкновенное, но такое, которое теперь только в первый раз последовало. От века не было слышно, чтобы кто отверг отчет слепорожденному. Слепому, быть может, кто-нибудь отверзал очи, но слепорожденному еще никто. А что спаситель, выйдя из храма, пошел нарочно для этого дела? Видно из того, что сам он увидел слепого, а не слепой подошел к нему. И так пристально посмотрел на него, что обратил внимание и учеников. Вот это и подало им повод к вопросу. Видя, как он пристально смотрит, они спросили его, говоря, кто согрешил, он или родители его? Странный вопрос. Как он мог согрешить до рождения? Или как мог быть наказан за грехи родителей? Каким же образом они пришли к такому вопросу? Прежде того, исцелив расслабленного, Христос сказал, вот ты здоров, смотри, не греши более. 5.14 Итак, вспомнив, что тот расслаблен был за грехи, они говорят, пусть тот расслаблен был за грехи, но что ты скажешь об этом? Он ли согрешил? Но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или родители его? Но нельзя и этого, потому что сын не наказывается за отца. Таким образом, как мы, когда видим страдающее дитя, говорим, что сказать об нем? Что сделало это дитя? Этим не спрашиваем, а выражаем недоумение. Так точно ученики. Когда говорили это, не столько спрашивали, сколько недоумевали. Что же Христос? Ни он не согрешил, ни родители. Этим, впрочем, он не освобождает их от грехов. Не просто сказал, ни он согрешил, ни родители он, но превосокупил, что родился слепым. Надо прославиться Сын Божий. Согрешил и он, и родители его. Но не в этом причина слепоты. Не означает также Христос этими словами и того, что не этот, а другие подверглись слепоте по этой причине. То есть за грехи родителей. Потому что за грехи одного нельзя наказывать другого. Если же допустить это, то должны будем допустить и то, что слепорожденный согрешил до рождения. Значит, как словами, ни он сын не согрешил, не то утверждает, что можно от рождения согрешить и быть за то наказанным. Так рано сказавши ни родители его, выражает не ту мысль, что можно быть наказанным за родителей. Такое мнение Господь опровергает через Иезекииле. Жив я, говорит Господь. Если кто будет говорить с ее притчей, что отцы ели виноград, а у детей оскомина. Иезекииле 18.3 Да и Моисей, говорит, да не умрут отцы за сынов. Второзаконие 24.16 И об одном царе повествуется, что он потому не сделал этого, не убил детей убийц, что соблюдал закон Моисеев. 4 Царство 14.6 Если кто-то скажет, скажет написанное. Воздаяние грехов отцов начадок до третьего и четвертого рода, исход 25, то мы ответим на это, что это не всеобщее определение, а сказано применительно к исшедшим из Египта. В словах эти значит вот что. Так как исшедшие из Египта, несмотря на знамения и чудеса, сделались хуже своих предков, которые ничего этого не видели, то их постигнет то же самое, что постигло их предков, потому что они дерзнули на такие же преступления. А что это именно о них сказано, в том вполне уверится всякий, кто вникнет в это место. Итак, почему слепорожденный родился слепым? Да явится, говорит, слава Божия. Вот опять новое недоумение. Как будто без его наказания нельзя было явиться славе Божией. Но совсем не то и сказано, чтобы нельзя было. Конечно, было можно. Но да явится слава Божия и на нем. Итак, скажешь, он обижен был ради славы Божией? Чем же обижен, скажи мне? Что, если бы Господу было угодно, чтобы он и совсем не родился? Я со своей стороны утверждаю, что он получил даже благодеяние от своей слепоты, потому что прозрел внутренними очами. Что пользы зрения иудеям? Они подверглись только большему наказанию от того, что остались слепыми при своем зрении. А ему какой вред от слепоты? Через нее он прозрел. Таким-то образом, как зло настоящей жизни не есть зло, так и добро не есть добро. Только грех есть зло, а слепота не зло. И кто привел слепца из небытия в бытие, тот имел власть и оставить его в таком положении. А некоторые говорят, что это частица «да, чтобы» и указывает здесь не на причину, а на последствия. Точно так же, как и в другом месте, где говорится «на суд пришел я в мир, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». 9.39 Не для того, конечно, пришел Христос, чтобы видящие слепы были. Равным образом Павел говорит «разумное Божие явное в них явилось, и посему они безответны». Римлянам 1 глава. Хотя Господь не для того явил им это, чтобы они лишены были оправдания, а для того, чтобы получили оправдание. И опять в другом месте закон пришел позже, и таким образом умножилось преступление. Римлянам 5.20 Хотя закон пришел не для этого, а для обуздания греха. 367 Видишь ли, что эта частица везде указывает на последствия, как отличный домостроитель, построивший одну часть дома, другую оставляет недоконченную, для того, чтобы остальными постройками защитить себя перед неверующими в устройстве всего дома. Так и Бог укрепляет и исправляет тело наше, как бы некоторую обветшалую хромину. Исцеляет иссохшую руку, укрепляет расслабленные члены, выпрямляет хромых, очищает прокаженных, воздвигает больных, восстанавливает расслабленных голенями, воскрешает мертвых, отверзает смежившиеся очи, дает зрение тем, которые никогда его не имели. Исправляя таким образом все эти недостатки нашей немощной природы, он являет свое могущество. Когда же Христос говорит «Да явится слава Божия», говорит о себе, не об отце, потому что слава отца была явна. Так как знали, что Бог создал человека, взяв персть от земли, то и Христос поступил таким же образом. Если бы сказал Он «Я тот, кто взял персть от земли и создал человека», то это показалось бы невыносимым для слушателей. А когда Он показал это на деле, они уже не могли оскорбляться. Вот почему, взяв персть и растворив ее слюной, Он таким образом обнаружил сокровенную свою славу. Немалая слава в том, чтобы Его признали за садитель от пари, а из того действительно следовало заключать и о прочем. Часть служила ручательством за целое. Несомненность большего удостоверяла и в меньшем. Ведь человек превосходнее всей твари, а глаз превосходнее всех наших членов. Вот почему Христос создал зрение не просто, а вышесказанным образом. Глаз, хотя по величине и малый член, но необходимый из всего тела. На это указывает и Павел, когда говорит «Если ухо скажет, что Я не глаз, и что Я не член тела, неужели потому оно и не член тела?» 1 Коринфянам 12.16 «Хотя все в нас служит доказательством премудрости Божией, но глаз по преимуществу. Он управляет всем телом, он всему телу придает красоту, он украшает лицо, он служит светильником для всех членов. Что солнце во вселенной, то глаз в теле. Погаси свет в солнце, и все погибнет и придет в смятение. Погаси свет в глазах, бесполезны будут и ноги, и руки, и душа. Без глаз становится невозможным познание. Посредством их мы познали Бога. Невидима Его, вечная сила Его. От создания мира через рассматривание творений видимы». Римлянам 1.20 Таким образом, глаз служит светильником не только для тела, но еще больше, чем для тела, для души. «Потому-то Он и помещен, как бы на некотором царском месте, вверху, и приседательствует над другими чувствами. Вот Его-то и устрояет Христос». Потом, чтобы ты не подумал, что Он имеет нужду в веществе, когда творит, и чтобы знал, что и вначале Он не имел нужды в брении, кто произвел из ничего высшее существо, то тем более мог сотворить глаз без вещества. «Да бы, говорю, ты знал, что Он делает это не по нужде, а для того, чтобы показать, что Он же был творцом и вначале». Помазавший брением говорит «Иди, умойся». «Познай, что я не имею нужды в брении, чтобы сотворить глаза, но доявится на нем слепом. Слава моя!» А что Он о себе самом сказал эти слова, доявится слава Божия, видно из того, что затем припаял. «Мне подобает, должно делать дела пославшего Меня. Да коли есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». То есть «мне должно явить себя и совершить дела, которые могли бы показать, что я делаю то же, что и Отец. Не подобное только, но то же самое. А это служит знаком большого равенства и говорится только о тех, из которых один нисколько не отличен от другого. Кто же будет еще противоречить, видя, что он может то же, что и Отец? Он не только образовал глаза, не только отверз их, но и даровал зрение. А это служит доказательством, что он вдохнул и душу, потому что без действия души и самый совершенный глаз никогда не может ничего видеть. Итак, Он даровал и силу души, Он дал и члены со всеми принадлежностями, с артериями, нервами и жилами, с кровью и со всем прочим, из чего слагается наше тело. Мне подобает делать, доколе есть день. Что значат эти слова? И какую они имеют связь? Очень тесную. Вот значение этих слов. Доколе день? Доколе можно людям веровать в меня? Доколе продолжается эта жизнь? Мне должно делать. Придет ночь, то есть будущее время, когда никто не может делать. Не сказал, когда я не могу делать, но когда никто не может делать, то есть когда не будет уже ни веры, ни трудов, ни покаяния. А что делом Он называет веру, видно из того, что когда Ему говорили, что сделаем, чтобы делать дела Божии, Он отвечает, вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Иоанна 6.28 Но почему же этого дела не может никто делать в то время? Потому что не будет уже и веры. Но волею или неволею все будут повиноваться. Итак, чтобы кто-нибудь не сказал, что Он делает это с отчиславием, Он показывает, что делает все для пользы людей, так как они только здесь имеют возможность веровать, а там уже не могут сделать для себя ничего полезного. Поэтому-то Он исцелил слепого, несмотря на то, что тот даже не подходил к нему. Впрочем, что слепой достоин был исцеления, и если бы имел зрение, то уверовал бы и приступил бы ко Христу, даже если бы услышал от кого о Его присутствии. И тогда не применил бы сделать этого. Видно из последующего. Из его мужества и веры. Ему, естественно, было подумать и сказать, что это такое. Сотворил брение, помазал мне глаза и сказал, иди умойся. Разве не мог исцелить и потом уже послать в селам? Я часто умывался там вместе со многими другими и не получил никакой пользы. Если бы имел он какую-либо силу, то исцелил бы теперь же. Так говорил и Нейман об Елисеи. Получив приказание киомыться в Иордане, он не поверил, несмотря на великую славу Елисея. Но слепой был чушь неверия, не возражал и не рассуждал сам с собою. Что это такое? Брение ли нужно было возложить? Оно скорее может ослепить. Кто когда прозревал таким образом? Нет, он не подумал ничего такого. Видишь ли его твердую веру и доблесть душевную? Придет ночь. Этим показывает, что и после креста будет иметь попечение нечестивых. И многих привлечет, потому что еще день. Но затем уже окончательно отвергнет их. На это и указывает словами. Да коли я в миру, я и свет миру. То же самое говорил он и другим. Веруйте, доколе имеете свет. Иоанна 12, 36. Страница 369. Как же Павел назвал настоящую жизнь ночью, а то будущей днем? Этим он не противоречит Христу, но говорит то же самое, только не по словам, а по мыслям. Ночь, говорит он, прошла, а день приблизился. Римлянам 13, 12. Ночью называет настоящее время по причине сидящих во тьме или по сравнению с тем будущим днем. Христос ночью называет будущее, потому что тогда уже не будут делать грехов. А Павел ночью называет настоящую жизнь, потому что живущее во зле и неверии находится во тьме. Таким образом, беседуя с верными, сказал, ночь прошла, а день приблизился. Так как верный имеет насладиться тем светом. Ночью же называет прежнюю жизнь и говорит, отложим дела тьмы. Видишь ли, что в них-то, и по его словам, и заключается ночь. Потому и прибавляет, и как днем благоразумно будем ходить, чтобы мы могли насладиться тем светом. Если же так прекрасен этот свет, то подумай, каков будет тот. Сколько солнечный свет лучше святий и нынешнего, столько же, или еще гораздо более, будущее лучше нынешнего. Вот на это и указывает Христос, когда говорит, солнце померкнет. То есть от обилия того света не будет видное солнце. Если теперь для того, чтобы иметь светлые и здоровым воздухом дома, мы тратим множество денег, подвергаясь тяжким трудам при постройках, то подумай, не должны ли мы пожертвовать и самыми телами, чтобы создать себе светлые обители там, где тот неизреченный свет. Здесь споры и раздоры по поводу границ и стен, там нет ничего подобного. Нет ни зависти, ни клеветы, никто не станет спорить с нами из-за границ. Притом этот дом непременно нужно будет покинуть, а тот останется при нас навсегда. Этот со временем неизбежно подвергнется гниению и многочисленным повреждениям. Тот не стареется никогда. Этого бедный не может построить, тот может построить и на две лепты, как вдовица. Поэтому крайне прискорбно мне, что при стольких предстоящих нам благах мы беспечны и нерадивы. Чтобы иметь блистательные домы здесь, о том мы всячески и стараемся. А чтобы на небесах устроить себе, хотя малое пристанище, о том не заботимся, не помышляем. Скажи мне, здесь, где желал бы ты иметь себе дом? В пустыне или в одном из небольших городов? Не думаю, без сомнения, в столицах и в больших городах, где больше блеска. Но я веду тебя в такой город, которого строитель и художник бог. Там, умоляю, устрояй и созидай себе дом. С меньшими издержками и с меньшим трудом. Этот дом созидается руками нищих. И он есть наилучшее здание. А те, которые строятся теперь, дело крайнего безумия. Если бы кто повел тебя в Персию с тем, чтобы посмотреть на эту страну, а потом возвратиться, а между тем стал бы советовать строить там домы, не назвал ли бы ты его крайне безумным за то, что он советует тебе тратиться по пустому? Как же ты делаешь то же самое на земле, которое скоро потом покинешь? Да я, говоришь, ты оставлю все детям. Но ведь они оставят скоро после тебя, а нередко и прежде тебя. Точно так же и их потомки. Таким образом, это бывает для тебя поводом скорби, когда ты не видишь после себя наследников. Но там нет нужды опасаться ничего подобного. Там приобретение остается постоянным и для тебя, и для детей, и для внуков, если они будут подражать той же добродетели. Тем зданием заведует сам Христос. Строящему его нет нужды ни поставлять надсмотрщиков, ни заботиться, ни беспокоиться. Когда дело принимает на себя Бог, к чему тогда заботы? Он сам все собирает и воздвигает жилище. И не это только удивительно, но и то, что он создает его так, как нравится тебе, или даже лучше, чем как тебе нравится, и как ты желаешь, потому что он наилучший художник и весьма заботится о твоих выгодах. Хотя бы ты был нищим и пожелал создать такой дом, это не породит против тебя зависти, не возбудит клеветы, потому что не видит его никто из тех, кому знакома зависть, а видят ангелы, умеющие только радоваться твоему благополучию. Никто не станет захватывать границ твоего дома, потому что там нет ни одного соседа, страждущего такую болезнью. Твоими соседями там будут святые Петр и Павел, все пророки, мученики, сонм ангелов и архангелов. Ради всего этого раздадим наше имение нищим, чтобы наследовать те обители, которых досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присна и во веки веков. Аминь.